Пробовала такой суп в Австрии и была поражена его нежным вкусом, нашла в интернете рецепт, немного модифицировала и получился настоящий деликатес. Рецепт чесночного супа пюре в хлебе невероятно прост, для этого вам понадобится лук, картофель и, конечно же, чеснок, все это необходимо немного обжарить, а после уже сварить, подготовить хлебные мисочки, превратить суп в пюре и подавать к столу. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Нарежьте лук полукольцами и положите в кастрюлю, в которой будете готовить суп, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте лук до золотистого цвета, примерно 5 минут. 2. Пока лук обжаривается, почистите картошку и порежьте ее на небольшие кусочки, после этого добавьте нарезанный картофель в кастрюлю и дайте ему обжариться несколько минут. 3. Залейте в кастрюлю водой и дайте картофелю свариться. 4. Пока варится картошка, займитесь подготовкой чеснока, в этот суп мы будем добавлять 3 вида чеснока, обжаренный, свежий и свежий уже в самом конце готовки. 5 зубчиков чеснока обжариваем на сковороде на оливковом масле, предварительно разрезав головки на несколько частей. 2 головки чеснока режем на часть и отставляем в сторону, последнюю головку будем использовать в конце. Ставим лайк и подписываемся. 5. Когда картофель сварился, добавляем в суп поджаренный и свежий чеснок, даем повариться еще 5 минут. 6. Пока суп доваривается, подготовьте хлеб, отрежьте верхушки, мякоть вытащите с помощью ложки, если хлеб слишком мягкий, подсушите его в духовке минут 5 на максимальной температуре. 7. Теперь суп можно снять с плиты, измельчите его блендером до состояния пюре, в процессе вливайте сливки, посолите и поперчите, после отставьте суп обратно на плиту и дайте ему закипеть. Когда суп закипел, выключаем плиту и выдавливаем последний зубчик чеснока через чеснокодавилку, хорошо перемешиваем. 8. Готовый суп переливаем в хлебные мисочки, по желанию добавляем зелени по вкусу. Таким образом, блюдо готово. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Как и обещали, расскажем ингредиенты. 9. Картофель 4 штуки, среднего размера, лук репчатый 1 штука, масло оливковое 4 столовые ложки, чеснок 8 зубчиков, соль 2 чайных ложки, перец черный молотый 2 чайных ложки, зелень по вкусу, хлебные булочки 3 штуки, сливки 200 миллилитров, количество порций 3. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем пока!